Ребятушки, всем привет! Я Павел Городницкий. В предыдущих двух частях моих микролекций я рассказывал о том, как попасть в спортивную журналистику и о том, почему вам это не нужно. Ссылочки в описании, если кому-то интересно, если кто-то не смотрел. И вот во второй части я сказал, что в спортивной журналистике пиздец, как мало денег. Но не конкретизировал, насколько мало, и не рассказал, сколько в принципе зарабатывают обычно текстовые журналисты, авторы каких-то материалов, интервью, лонгридов и так далее. Пора, пора рассказать, но сейчас я это сделаю в такой абстрактной немножечко форме. Я не буду называть издание, я просто скажу «Должность бабки», «Должность бабки». А вот в следующем видосе я уже объясню вам, где работать приятно, на какие сайты лучше даже не соваться. Так что подписывайтесь на каналчик и ждите следующего выпуска. А пока начнем и начнем с мизера. 10-20 тысяч рублей. Кто столько зарабатывает? Правильно, гонорарные авторы. Вообще гонорарные авторы самые выгодные для издания, потому что их не нужно оформлять, их можно ставить вне штата. И они, например, работают там у себя на стройке или в магазине, или они, может быть, топ-менеджеры. Потом приходят с работы и для души, и для небольшого такого заработка, такая халтура, можно сказать. Они пилят какие-то тексты. И вот они так зарабатывают 10-20 тысяч рублей в месяц в ненапряжном режиме, если, допустим, пару раз в неделю что-то сочинять. И сколько стоит один текст вообще? В среднем в России за материал о спорте платят от 1 тысяч рублей до 3 тысяч. Наверное, вот совсем в среднем 2 косаря за пост вы получите. Придете с работы, откройте комп, поставите пивасик и спокойно, неторопливо набросаете что-нибудь о каком-то событии, футболисте, бойце, UFC, о ком угодно. 2 тысяч рублей это гонорар, не знаю, за 5-6 тысяч знаков, за такую вот ненапряжную работу на вечер. 3 тысячи рублей получают уже в основном более-менее известные авторы с соцсетями. 5 тысяч рублей за материал это гонорар для звезд. 7 тысяч рублей это за какое-то интервью могут заплатить, причем длинное, если мы говорим именно о разовой работе. И там до 10 тысяч рублей это за репортаж. Я получал максимум, наверное, тысяч 7 за один текст для какого-то журнала, уже не помню. Моим самым жирным гонораром были 20 тысяч рублей, я их получил за то, что написал 50 тысяч знаков за ночь. Вот мне прям позвонили из журнала Еврофутбола после чемпионата мира 2014 года и сказали, у нас завтра сдача номера, нам срочно нужны эти тексты, вот темы, просто сделай по ним максимально оперативно. Вообще не напрягайся, тупо за ночь, пожалуйста, я получил эти 20 кусков. По-моему, тогда это было то ли 500 долларов, то ли 700, в общем, неплохо, особенно для чувака, которому 19 лет. И выгоднее всего как раз работать с непрофильными изданиями, которые разово готовы платить 7-10 косарей. Это какой-нибудь СНОП, не знаю, там, Репаблик, что-нибудь такое. Не спортивные, короче, издания. Дальше. Сколько зарабатывают СММщики и те, кто параллельно пишет какие-то тексты? Я вам скажу, сколько? 20-30 тысяч рублей, потому что СММ у нас в стране оплачивается так себе. Тем более, обычно смены берут тоже на свободное время, там, на выходные, на какие-нибудь. СММ это пока что очень дешево. Конечно, бывают издания, где могут платить за СММ и тексты в сумме 30-40 тысяч рублей, но таких изданий мало. Теперь 30-40 тысяч рублей. Это расшифровка чужих интервью, это лайв-трансляции, это СММ и это, опять же, тексты. Ты ебашешь, но так, в таком ритме, в котором тебе нравится. То есть, тоже сильно не перерабатываешь. Не то, что ты целыми днями сидишь в офисе, там, гуячишь и так далее. Нет, 30-40 тысяч можно заработать парт-тайм, но делая разную работу, просто берешь за все. Когда у тебя есть свободный час-два, ты же мечтаешь о спортивной журналистике, ты этим всем и занимаешься. 40-50 тысяч рублей, это уже в среднем, это уже неплохо, это уже почти что такая зарплата хорошего штатного автора. И 40-50 кусков зарабатывают, ну, во-первых, хорошие новостейники, которые еще и параллельно делают всякие подборки фотографий, выпускают какие-то тексты иногда, подстраховывают кого-то на сменах, которые оперативно отрабатывают события. То есть, из новости умеют делать истории. 40-50 тысяч рублей. Ну, чаще всего это 50, но грязными. То есть, вот такая вот средняя зарплата в спортивных изданиях, на каком-то спортивном сайте, это именно 50 тысяч рублей, минус, получается, 13%. Дальше. 60-70 тысяч рублей, это обозреватели и редакторы. Вот те, кто иногда ведет смены, иногда берет интервью, иногда пишет тексты, кто уже заработал себе какое-то имя и, в принципе, умеет все и ценится работодателем на уровне универсального сотрудника. 60-70 тысяч рублей, это даже в Москве такая, наверное, ну не то, что солидная зарплата, но она, по крайней мере, тебя делает не ноунеймом. Кому попало, 60-70 тысяч платить не будут. Вот и все. Так, ну и 80-100, это всякие редакторы отделов, авторы какие-то звездные, известные, или интервьюеры, или те, кто готов ебашить постоянно на сменах, сидеть там часами и брать две смены, параллельно писать тексты за гонорары, за отдельные. 80-100, это хорошо, это прям супер, даже если это грязные. Потом 120 плюс, это именно шеф-редакторы, главные редакторы, заместители главных редакторов. В общем, 120 плюс в спортивной журналистике, в текстовой. Я сейчас не говорю про телевизор, про блоги, про что-то еще. Именно мы сейчас говорим о сайтах и, может быть, газетах. 120, это прямо круто. Но я сейчас подчеркну, что все эти суммы, они приблизительные. И были прецеденты, когда люди зарабатывали, например, 80 тысяч текстами, потому что просто не разгибались от ноутбука и херачили целый день. Или наоборот, что какая-нибудь девушка скромная годами сидела на зарплате в 40 тысяч рублей, хотя выполняла огромный объем работы, просто, ну, вот так вот не выебывалась. Ей хватало, или там ее парень обеспечивал, или она просто там выживала, как могла, но не шла за повышением. Такое, к сожалению, тоже случается сплошь и рядом, потому что, как я уже сказал, деньги в спортивной журналистике – это большая редкость. В следующем видосе, как и обещал, я вам скажу, куда стоит устраиваться, а куда нет. Подписывайтесь на канал. Чао! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!